Приветствую вас и, пожалуйста, не думайте, что я над вами как-то издеваюсь или насмехаюсь, но первое, с чего вам нужно начать, это вот, если говорить про то, как вам быть, то первое, с чего вам нужно начать, это спросить себя, кому, о том, почему же вы не рассказываете своему парню о своих переживаниях. То есть вот вам тяжело, да, вам, как бы это сказать, обидно, вы испытываете какие-то негативные эмоции по поводу того, что он меняет планы, это понятно. И что уж говорить, это совершенно нормально. Вопрос заключается в том, основной, по крайней мере, по моему мнению, это в том, почему вы ему сами не говорите об этом. То есть почему не сказать мужчине о том, что вас не устраивает, о том, что вам не нравится, о том, что вы переживаете по этому поводу. Вполне может быть такая ситуация, что он даже не знает о том, что вам вот эта ситуация сама по себе неприятна. То есть для начала нужно спросить у вас, какой блок стоит на пути к тому, чтобы высказать парню свои чувства. Соответственно, я вынужден задать вам такой вопрос. Вы своему мужчине не доверяете до конца или у вас есть основания полагать, что он как-то неправильно вас поймет или, может быть, что-то еще. То есть давайте вот этот момент мы с вами обязательно продумаем, потому что он, этот момент, вас. Если вы не будете своему мужчине говорить о том, что вот, прости, дорогой, мне там какие-то вещи не нравятся, то не получится построить отношения, а вы, может быть, даже не сможете мужчине донести то, что вас какие-то вещи, ну, вообще говоря, не устраивают. То есть мужчина это он, мужчина это такое существо, которое мыслит, ну, скажем так, которое мыслит достаточно буквально. И вот представьте себе, что была такая ситуация, ну, ситуация в жизни, что ему надо было, вот, действительно поменять свой план один раз. Ну, это вот тот самый период, как бы это сказать, тот самый первый период, когда у вас только отношения не нравятся. И, естественно, мужчина смотрел на вашу реакцию в этот момент. Он ее видел как-то, и она ему показалась нормальной, ну, по какой-то причине. И, соответственно, если реакция нормальна, то почему бы не делать так, как он хочет. То есть так, как ваш мужчина, как ваш мужчине удобно. То есть здесь вполне вероятно, что вы просто-напросто друг друга не понимаете. То есть мужчина, например, не отдает себе отсчета в том, что вам нужно. Вы не отдаете себе отсчета в том, что надо говорить мужчине. И говорить причем как можно более, знаете, я бы сказал, как можно более четче, как можно более предместнее. Чтобы не было у него возможности как-то, как-то интерпретировать то, что вы имеете в виду. Потому что, еще раз, мужчина – это такое существо, которое мыслит, к сожалению, очень буквально и предметно. И, таким образом, если вы скажете своему молодому человеку о том, что вот так и так, какие-то вещи вас не устраивают, то вы получите его реакцию. Его реакцию на то, что он делает. Точнее, вашу реакцию, прошу прощения, на то, что он делает. И вы на свою реакцию увидите его ответную реакцию. И если она, эта реакция будет положительной, то есть мужчина вами, например, дрожит, допустим. То в таком случае у вас, я думаю, все наладится, у вас все будет хорошо. Потому что, ну, как бы, мужчина поймет, что он делал какие-то вещи неправильные и захочет это исправить. Если вы увидите, что мужчину как бы не особо волнует то, что вы ему говорите, то есть вот он вас выслушал, например, послушал, например, но особо ничего не поменяется. То в таком случае, я бы сказал, что вам нужно отдаляться от мужчины. Показывать ему, что вы не собираетесь терпеть подобное. Показывать мужчине, что вас не устраивает то, как он себя с вами видела. То есть, я надеюсь, вы понимаете это, этот момент. Вы просто-напросто поднимаете ваши отношения, вашу проблему до некого такого более высокого, более обобщенного уровня и говорите, ну, я не собираюсь, например, там, с этим мириться, например. Или мне не хочется, чтобы ты так себя вёл, поэтому я не буду это терпеть. И мужчина встанет перед выбором, по сути. Либо он как-то меняет своё поведение, либо вы с ним расстаётесь. Вот, в принципе, так можно выстраивать вашу позицию. Понимаете, если не говорить о том, что вас волнует, то люди сами, скорее всего, даже не догадаются о том, что у вас могут быть какие-то проблемы даже. К сожалению, это правда. Поэтому, не нужно сразу, конечно же, думать о расставании. Не нужно сразу думать о том, что всё, между вами всё кончилось. Нет, этого не нужно. Но и позволять мужчине так себя вести с вами тоже нельзя. Надеюсь, порядок действий вы поняли. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.